Мрачная реальность, скрывающаяся за обещаниями России исключить гомофобию на ЧМ по футболу. Оливер Кэролл, Тэн Дипендент, Великобритания. 22 мая 2018 года. Он вспоминает, как его избивали футбольные фанаты, когда он ждал автобуса, и как после этого не проводилось никакого надлежащего расследования. Он вспоминает о давлении, которое оказывали при организации ЛГБТ-футбольных матчей в регионах, которые в последнюю минуту все равно отменяли. Он вспоминает телефонные звонки от спецслужб и множество других подобных инцидентов. Однако, по словам Агаапова, ко времени проведения чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом, власти, похоже, полностью изменили свои взгляды. Под бдительным оком FIFA российские бюрократы, судя по всему, теперь полностью согласились с принципами толерантности и недискриминации. По крайней мере на один месяц российские традиционные ценности будут отложены на потом, а самые жесткие толкования принятого в 2013 году закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних будут забыты. Официальные заявления звучат довольно смело. Посол чемпионата мира по футболу и инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин заявил, что никакого запрета на ношение радужной символики и выражения чувств к однополым партнерам не будет. Целоваться по-разному можно. Но в общепринятых нормах, пожалуйста, сколько угодно, сказал он. Аналогичные заверения поступили от Архкомитета. Возможность проведения в России соревнований дружественных представителям ЛГБТ в обычной ситуации стала бы поводом для насмешек и издевательств со стороны российских ультраконсерваторов. Но в этот раз дело обстоит иначе. Самый известный российский активист, выступающий против геев, резкий в своих высказываниях депутат Государственной Думы Виталий Милонов сделал карьеру на гомофобных высказываниях. Но в комментариях, сделанных по просьбе издания «Индепендент», то «Индепендент», он был на редкость безразличен и на вопросы отвечал уклончиво. Он заявил, что российские болельщики никогда не будут поднимать на стадионах радужные флаги. Но не его дело указывать чиновникам наподобие господина Смертина, какой должна быть российская политика. И никаких личных протестов он устраивать не будет. Возвращаясь к своему обычному дискриминационному языку, Милонов как бы невзначай добавил, «Мы никогда не преследовали людей за их дьявольские сексуальные извращения». Пиаре Повар, Пиуре Пуар, исполнительный директор организации «Футбол против расизма в Европе», Фари, выступающий против дискриминации и сотрудничающий с ФИФО, заявил, что гарантии, которые дает Россия представителям ЛГБТ-сообщества, представляются достаточно серьезными. «Нам были даны убедительные гарантии того, что безопасность людей на стадионах и за их пределами будет обеспечена», заявил он в интервью Индепендент. «Учитывая опыт прошлых лет, мы относимся к этим заверениям с осторожностью, но Россия находится в центре внимания, и она понимает, что поставлено на карту». Однако при этом господин Повар заявил, что, учитывая опасность случайных нападений, было бы разумно, если бы ЛГБТ-болельщики не проявляли своих чувств в общественных местах. Россия по-прежнему является сложной и опасной страной для представителей сексуальных меньшинств. Во многих крупных городах есть яркие гей-сообщества, и там молодое поколение более терпимо. Но гомофобия, существующая в стране на протяжении нескольких лет при поддержке государства, оказала влияние на население в целом. С момента принятия в 2013 году скандального закона, направленного против гомосексуализма, количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти удвоилось. Опросы свидетельствуют о растущей нетерпимости к представителям ЛГБТ-сообществ. В тех уголках Российской Федерации, где масштабы беззаконий еще больше, ситуация еще хуже. В прошлом году из Чеченской Республики поступили достоверные сообщения о том, что более ста мужчин были подвергнуты пыткам из-за своей сексуальной ориентации. Не менее трех из них погибли, а многие до сих пор числятся пропавшими без вести. По словам научного сотрудника Санкт-Петербургского центра независимых социальных исследований Александра Кондакова, чемпионат обладает качествами, из-за которых он способен превратиться в ядовитый коктейль. Турнир, знаменующий торжество гипермужественности, проходит в стране, где власти своей риторикой и законами активно поддерживают ненависть, говорит он, и добавьте еще в эту смесь алкоголь. И добавляет, что насилие в отношении ЛГБТ-болельщиков не только возможно, но и вполне вероятно. По словам Кондакова, российские активисты приветствуют то, что Кремль обнаружил наличие прав у представителей ЛГБТ. Но особых иллюзий в отношении того, что это приведет к изменению курса или появлению новой инклюзивной или позитивной повестки дня, нет. Редкие позитивные шаги, которые мы наблюдаем, обычно заканчиваются самой обычной гомофобией, говорит он. Более того, Чемпионат мира по футболу не только не стал отправной точкой для расширения прав местных ЛГБТ-сообществ, но, возможно, и способствует пропаганде, направленной против геев, говорит Александр Агапов. Делая акцент на безопасности иностранных ЛГБТ-фанатов, власти сумели представить гомосексуализм как нечто иностранное, не российское, говорит он. Конечно же, они сделают все, чтобы Чемпионат мира прошел без проблем, но когда ум пройдет, дискриминация, гомофобия и законы останутся.